Девушки отдыхают На какой-то период времени в очереди будет горько. Все восстанут против тебя. Все, запомните все. И первый, кто восстанет, это твои домашними. Потому что, вроде, человеку домашнее было. Они не поймут, что с тобой произошло. Они, конечно же, любя тебя, приняв откровение дьявола, подумают, что ты где-то попал в какую-то секцию, что ты попал в какое-то обольщение, что ты вообще на всех парусах шуруешь в ад. Вместо того, чтобы действительно, как все, просто примкнуть к какой-то очередной конфессии динаминационной. Тут их у нас, кстати, в городе Фастове тоже очень много. Какие хотите, назовите мне. Я скажу, есть она здесь или нет. Есть любая. Поэтому, ну, Иисус сказал, что когда вы действительно отождествитесь со мной, все восстанут против вас. Если меня называли вильзиолы, то точно так же будут поступать и с вами. Меня гнали, вас будут. Меня принимали, вас будут принимать. То есть, как поступали со мной, так будут поступать и с вами. Меня распинали, вас будут распинали. Меня упивали, вас будут упивать. Но он сказал, я воскрес. Аминь. Если я существую с ним, то я тоже воскрес. Аминь. Итак, я верю, что мы имели огромные благословения во время утреннего служения. И может быть, где-то большая часть из того, что мы здесь слышали, была не совсем как бы понятна. Я хочу вам сказать с искренностью, что мы имеем тоже много чего непонятного. Но, вы знаете, после этого, когда я здесь вам все это вот так вот выложил, я подумал, но я тоже тут многого не понимаю. Но потом я тут открыл в Библии одно место описания, и там написано, что нужно, чтобы приходящий к Богу не понимал, а имел веру. Аминь. Я сказал, слава тебе, Господь, и я в этого все верю. Аминь. Это то, что требуется от вас, просто в это верить. Аминь. Мы не можем, как мы говорили сегодня утром, судить разум Божий, потому что мы имеем ограниченный интеллект. Аминь. А у нас ограниченный. Аминь. А у него безграничный. Поэтому как ты можешь действительно определить, как жизнь находится в этой травинке, и там столько лошадиных сил, что разворачивает толщу асфальта. Но, как мы говорили сегодня, давайте мы пойдем еще дальше, хорошо, пойдем еще глубже, чтобы нам в действительности увидеть, где мы сегодня находимся. Аминь. Когда действительно невеста Иисуса Христа узнает, кем она в действительности является, и где она сегодня позиционно размещена, она будет непобедима. Аминь. Аминь. Это Кремлянам, 8 глава, 22-23 стихи. Ибо знай, что вся тварь, здесь тварь, слово тварь означает творение. Аминь. То есть то, что было создано рукой Творца, является тварью, то есть творением. Понимаем? Или верим? Аминь. Аминь. Лучше верьте, хорошо? Да. Потому что наше понимание, я так понимаю, вы так понимаете, и когда эти два наших понимания столкнутся, поверьте мне, будет война. И война очень даже такая, не на жизнь, а на смерть, потому что каждый из нас будет отстаивать свою точку зрения. То есть свое понимание. Поэтому давайте будем верить. Когда ты веришь в это, я верю в это, тогда войны не будет. Аминь. Аминь. Тварь совокупно стянает и мучится до ныне, то есть до этих пор. Аминь. И не только она, Павел говорит, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела наше. Аминь. То есть мы с вами стянаем в этом тела, чувствуя этот дискомфорт, аминь, зная, что наступит день, когда эти тела, что? Друзья. Сбросятся. Они изменятся. И Павел здесь во втором, простите, в первом послании Коринфянам говорит, почему мы стянаем 15 глава, 50 стих, первое послание. Но то скажем вам, братья, что плоть и кровь, то есть вот эти тела, они не могут наследовать Царство Божие. И тление, оно не наследует ни тление. Аминь. Понятно? Верим. 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 И верим, и понимаем. Аминь. Потому что после веры она только приходит к вам понимание. Аминь. И я хочу заметить вот что. Как бы вы эти тела не приводили в порядок. Сегодня наука имеет там различные пластические какие-то там методики, да, пересадку кожи, там, разглаживание морщин. Я не знаю, там, Алла Пугачева сегодня выглядит, как она выглядела тогда, когда я еще был молодой. И, но тем не менее, тем не менее, вот то, что человек делает со своим телом, это все равно не может наследовать вечно. Знаете почему? Потому что это тело имело начало. Аминь. Следовательно, это тело обязано иметь конец. Аминь. Поэтому то, что имеет начало, имеет и конец. Аминь. Значит, оно тленно. Аминь. Оно смертно. Аминь. Но нам необходимо то, что не имело начало, то, что не имело конца. Нам необходимо бессмертие. Поэтому Павел дальше пишет, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Все изменимся. Когда? Когда? Вдруг. Он говорит, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Мы с вами говорили утром, что из периода выходят печати, из печати выходят трубы, из труб выходят чаши. И все это что? Запечатано на семью. Аминь. Павла Богу. А эти семь граммов, они должны также указать нам на эти трубы, потому что у нас есть необходимость в последней трубе. Потому что именно при последней трубе мы сбросим с вами эти тела. Потому что мы в них стянаем, именно при последней трубе. Вот это смертное, как он дальше пишет, облечется в бессмертии и тление в нетленье. Аминь. Послушайте, он говорит, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый, воскреснут не тленными, а мы изменимся. Аминь. То есть как они, так и мы, мы будем уже совершенно в другом пиджаке. Совершенно в других телах, в тех неукотворенных, вечных от Бога, хвала его чудному имя, который он сотворил для нас еще от создания мира. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетленье, и смертному этому облечься в бессмертии. Аллилуйя. И Бог только славит эти писания. Довольно. Для нас с вами в этот вечер. Давайте еще обратимся к нему, к автору этих слов, потому что мы знаем, это не Павел, это Бог через Павла. Аминь. Просто сказал нам с вами в этот вечер. Хочу сказать вам, братья, хочу сказать вам, сестры, хочу просто рассказать вам тайну в этот вечер, что не все мы умерем. Аминь. Не все мы умерем, но мы все изменимся. Аминь. Потому что вот это плоти, крови, вот эти наши тела. Аминь. Как бы вы их не приводили в порядок. Когда я начинаю говорить о телах, здесь есть спортсмены, знаете, они потом, правда, говорит, да, вот он немножко как бы это против. Я не против. И у вас это хобби, у меня тоже есть хобби, и я скоро тоже, может быть, займусь этим телом. Но не для того, чтобы в этом теле, когда я им займусь, уйти в вечность. Нет. А просто для того, чтобы хоть уже нормально ходить по этой кленной земле. Почему? Потому что у меня уже отдышка появляется, у меня появляются различного рода другие какие-то такие физические, ну, как бы, может, даже и недомогание и так далее. Поэтому я, если я раньше мог спокойно отжаться 50 раз на кулаках, сейчас я и одного раза не отожмусь даже и не на кулаках. Потому что я этого сделать не смогу. Видите, мои сыновья смеются. Когда-то я на турнике вытворял то же самое, что вытворяют, а не сейчас. Но сейчас я этого не могу. Почему? Потому что это тело тленно. Это тело, оно подвержено времени. Времени, понимаете? Но нам необходимо тело, благо Бога, которое не тлено. Аминь! Аминь! И нам не нужны будут турники. Аминь! Аминь! Нам не нужны будут тренажеры. Аминь! Нам не нужны будут утренние пробежки. Аминь! Нам не нужны будут скакалки. Нам не нужны будут какие-то брусья, какие-то танцели, какие-то штанги. Нам не нужны будут сестры, какие-то косметические преображения. Аминь! Или как они правильно называются? Пластические. Аминь! Нам этого не нужно будет. Знаете, почему? Что мы все время будем находиться, мужчины 22, я так верю, женщины 20 лет. Аминь! Почему? Потому что вначале был создан Адам, а потом появилась жена. Ибрабрахам сказал, что мы в тех телах будем выглядеть где-то примерно на 20-22 года. Ну, это я уже для себя так сделал выводы. Раз он сказал 20-22, значит, братья будут 22, сестры будут 20. Аминь! Простите, наоборот. Или, да, братья будут 22, сестры будут 20. Итак, мы действительно стянаем в этих телах, поэтому давайте мы действительно с вами сейчас обратимся к нему. И все-таки попросим его, чтобы он показал нам действительно эту позицию под этой последней трубой, когда наши тела изменятся, когда они приобретут вот эту нетренную форму. Здесь очень многое из тех, которые, может быть, еще не слышали, но я часто повторяю. Вы не думайте, что вдруг во мгновение ока при последней трубе прилетит вертолет и спустится веревочная лестница. И там из иллюминатора Мессия, наш царь царей, наш господь господствующих скажет, давайте, давайте, быстрее, быстрее, давайте, мне еще надо в Бельг залететь. Вы думаете, так будет? Нет, здесь написано не так будет. Но очень многие, очень многие, знаете, которые находятся в различного рода группах, конфессиях, каких-то религиозных коллективах, они считают, что это, наверное, будет так. Потому что они все шлифуют это тело. Я не должен это, я должен то, я должен это, я не должен то. Но, понимаете, послушайте, я это тоже осознаю, что я должен это, не должен то, я должен то, но не должен это. Но это не может наследовать. Поэтому давайте мы все-таки больше внимания будем уделять, знаете, чему? Съешьте книжку. Съешьте книжку. Когда вы действительно питаетесь словом, вы преображаетесь в тот же образ. Аминь. Что с другими словами, то, что ты ешь, чем ты становишься. Я думаю, что если вы будете кушать испорченную пищу, у вас не совсем будет нормальное состояние здоровья, правильно? Да. Но если вы будете кушать хорошую, полноценную, витаминизированную, калорийную пищу, у вас будет прекрасное здоровье. Вы будете действительно сильными. Аминь. Я знаю брат Володя, он там одно время показывал мне методику этих продуктов питания, какие продукты имеют белки, какие продукты имеют углеводы, и что необходимо на этой стадии, белки и углеводы, и что необходимо на той стадии, белки и углеводы. Понимаете? И это важно. Если это важно для наших физических организмов, то это также важно и для наших духовных организмов. Аминь. Потому что им тоже нужны и белки и углеводы, то это духовные. Аминь. И как порог говорит нам, им нужны духовные витамины. Аминь. Поэтому давайте мы склоним наши головы и обратимся, и пусть он действительно покажет нам ту ситуацию, в которой мы оказались, и когда же в действительности так последняя труба прозвучит. Потому что мы стенаем в этих телах. Хочу видеть ваши руки. Вы стенаете в них? Аминь. Стена. Даже спортсмены, он его первый поднял руку. Вот те стенают. Вот он и чемпион мира, он первый поднял руку. Он стенает. Почему? Потому что это тело, оно приносит нам массу неудобств. Неудобств. Знаете, в общем, здесь закон греха. Его нужно распинать ежедневно. Не только в тренажерных залах, его нужно распинать ежедневно с похотями и страстями. Его нужно распинать ежедневно дома, в семье. Его нужно распинать ежедневно на работе, среди своих сослуживцев. Его нужно распинать ежедневно в метро, в маршрутке. Его нужно распинать ежедневно в церкви, прямо вот здесь, в собрании. И оно приносит нам массу хлопот. Оно вам надо? Нет. Мне оно не надо, тяжело, но все равно оно мне не надо. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Силософ, за эти несколько слов, которые мы просчитаем. И эти замечательные слова, они действительно вселили в наши сердца радость, что однажды наступит такое время, это произойдет при последней трубе, мы просто сбросим эти тела, эти ненавистные нам тела, от которых мы просто стинаем. Эти тела, они приносят нам различного рода скорби, различного рода проблемы, они приносят нам болезнь. И мы поистине стинаем их, мы все время ищем, ищем выхода из этого положения. О, как это тело исцелить, о, как это тело привести в порядок, о, как изгладить эти морщины, о, как убрать эту дышку, о, как сделать это тело чуть-чуть красивее. Все время мы действительно уделяем внимание этому телу, поэтому мы уже стинаем в нем. Мы верим, верим всем своим сердцем в то, что ты сказал в своем слове через своего великого апостола, что наступит такой день, когда мы просто сбросим эти тела и облещемся в те, в те, которые уже не нуждаются. Они абсолютно не нуждаются ни в чем, потому что они совершенны, они вечно, они бесконечны, они абсолютно. И это действительно будет та совершенная радость, это будет то совершенное удовлетворение, когда мы обречемся в это бессмертие, в это явление. Сейчас мы просим благословия это служение тебе. Если еще больше благодати твоего твоего, то твои наши сердца и пусть оно трудится во имя и со Христа. Аминь. Поэтому Павел говорит, что все это должно произойти при последней трубе. Именно при последней трубе мы с обречемся в бессмертие, а нет, братья, мы обречемся в нетлин. Именно при последней трубе у нас будут тела. Сестры, вы представляете, вам все время 20 лет. Аллилуйя. Здесь есть сестричка, которая 20 лет? Нету, да? Братья, вам все время 22. Здесь есть какие-нибудь братики, которые 22? Тоже нет. Видите? Будут. Тогда вы не представляете. Когда-то мы, братья, были в таком возрасте. Или будем в таком возрасте. Да, мы будем. Будем. Когда-то вы сестрички были в таком возрасте. Или будете. Аминь. Сестра Вера, сестра Аня, сестра Мадя, кто тут у нас еще? И сестрички. Или будете в таком возрасте. Правильно? Да. Поэтому мы хорошо осознаем те, которые были, насколько то тело было действительно для нас замечательно. Оно не приносило нам какие-то неудобства. Оно не приносило нам какие-то, я не знаю, как вы, я вообще не знал, что такое болезнь, что такое, там, я не знаю, недомогание, что такое атышка какая-то. Вообще не думал о том, что у меня какие-то морщины там на лбу, что там седые волосы на голове или завысины появляются. Хотя они появлялись и морщины, и завысины, и седые волосы иногда появлялись. У меня в первый раз появились волосы, Правда, уже после 22-23 года, и Залысины. Но я хочу вам сказать, даже тогда, в этом возрасте 23 лет, я не придавал этому абсолютно никакого значения. Ну, появилось и появилось, я все равно чувствовал себя хорошо. Аминь. Это уже сейчас люди начинают беспокоиться о волосах, о морщинах, о Залысинах и так далее. Но Павел говорит, что при последней трубе произойдет перемена. Аминь. Аминь. Поэтому мы должны с вами найти, найти, когда в действительности это произойдет с нами. Потому что, ведь мы же стянаем в ожидании. Аминь. Аминь. Мы в ожидании этой перемены стянаем. И поэтому, как мы только что с вами повторяли, Барабранхан говорит, что эти трубы, они выходят из чего? Из печати. Аминь, печати выходят из периода. Из этих труб выходят чаши. И он говорит, и все это выходит как бы одно из другого, пока перед нашим удивленным взором не распахнется вся книга откровения. Аминь. А зачем она нам нужна? Мне вот буквально недавно, когда я начал проповедовать трубы, церковь в городе Киеве, в городе Хастали, знают, я их проповедую уже где-то чуть больше месяца, да, наверное, то мне уже начали задавать вопросы, а зачем они нам нужны? Я говорю, тебе нужна первая перемена тела? Он говорит, конечно, нужна. Первая перемена произойдет при последней трубе. Да, аминь. Так если тебе не нужна, значит, тебе тогда не нужна перемена тела, она мне нужна. Аминь. Вам нужна? Аминь. Давайте найдем, где это находится, чтобы нам действительно увидеть, когда же мы сбросим это тление, когда же мы сбросим это. Ну, эти сидят, улыбаются, я вам завидую искренне, завидую. Мы молодые, чего им, да, ну, вот там вот и он сидят, он в самом углу, посмотрите, как моя рубашка в волосе. Аминь. И не только волосы. Итак, пока перед нашим взором не распахнется вся книга откровения, и мы тогда, послушайте, наставленные, очищенные его духом, будем подготовлены к пришествию Господа. Аминь. То есть, другими словами, для того, чтобы мы были подготовлены к пришествию Господа, перед нашим взором должна раскрыться вся картина книги откровения. То есть, все, слово, целиком. То есть, мы должны увидеть не только периоды, мы должны увидеть не только печать, мы должны увидеть не только трубы, мы должны увидеть не только чаши, мы должны увидеть даже милению. Аминь. 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 Понимаем это? Даже милению. То есть, должна вся книга откровения раскрыться перед нашим взором. Знаете почему? Потому что мы и являемся этими. Аминь, аминь, аминь. Аминь, хвала Богу. Итак, мы с вами увидели сегодня утром, что нам необходимо войти в эту полноту. Нам необходимо действительно, чтобы эта полнота вошла в нас. То есть, другими словами, чтобы мы отождествились со всем словом целиком. Почему? Потому что, как мы говорили, есть три служения Христа. В которых Он просто представил Себя здесь, на этой грешной земле. К счастью, последнее служение, его третье служение, уже будет не на грешной земле. А на земле, которая будет очищена. И наши с вами святые ноги будут ходить по праху. Это вот беззаконие этих нечестимых и терминов. Можете сказать? Аминь. Итак, первое служение Его, это было служение Сына Человеческого. И как же оно действительно было представлено нам, читающим Библию. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в первом стихе, этот апостол пишет. Вначале было Слово. Аминь. И Слово было уборо. И Слово было уборо. И в 14 стихе, Он говорит, и Слово стало плоти, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели Славу Его. Славу, как единородного от Отца. Аминь. Итак, отсюда мы можем сделать с вами вывод, что Слово во плоти, это и есть Сын Человеческий. И пророк это нам с вами принес. Он сказал, запомните, всегда Слово во плоти, это Сын Человеческий. Аминь. Итак, мы с вами увидели, что есть служение Сына Человеческого, есть служение Сына Божьего, это Пятидесятница, это семь периодов Церкви, и есть служение Сына Давида. Это миллион, это тысячелетнее царство. Аминь. Бала Богу. Аминь. Итак, Драмранхам просто как бы задает нам с вами вопрос в проповеди доказательства Его Слово, 64-й год. Вы верите? Он не спрашивает, понимаем ли мы. Потому что, конечно, это понять невозможно. Слово во плоти. Ну, идемте сегодня в любой научный, я не знаю, какой-то там институт, возьмем каких-то серьезных филологов, потому что они имеют дело со словами, правильно, они там изучают языки, там что-то, я не знаю. И давайте мы просто представим им вот это место и скажем, как это, слово во плоти. Объясни мне, ты же профессор. Как вы думаете, он сможет нам объяснить слово во плоти? Я думаю, тоже нет. Но Барабрахам не говорит, что понимаете ли вы это. Он спрашивает у нас, вы верите? Вы верите, что мы живем в последнее время, в последние дни, когда должен проявиться Сын Человеческий? Аминь. То есть снова слово, ставшее плоти. Аминь. Вы верите, он говорит? Аминь. И дальше посмотрите, как он говорит. Кем же будет этот Сын Человеческий в последние дни? Это будет все слово целиком. Аминь. Аллинуя. Аминь. Аминь. Потому что полная картина книги откровения. Аминь. Это будет все слово целиком, хвала Богу. Которое собралось через Лютера, Веслея, Баптиста и всех остальных, и пятидесятников. И все собрано к откровению того, чем все это являлось. Поэтому седьмому ангелу... Вон он. Где он? Возле тебя. Седьмому ангелу... Аминь. Хорошо, что мы повесили. Потому что вот это и есть слово, ставшее плоти. Аминь. Это и есть откровение Сына Человеческого в наши последние дни. Аминь. Верите? Аминь. Что-то не слышал. Аминь. 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 Поэтому седьмому ангелу нужно было открыть тайну за шестью печатей. То есть он буквально раскрывает нам тайну за шести печатей. Это седьмой посланник. Аминь. В те дни, когда он начинает трубить. Аминь. Не в те дни, когда эти компании исцеления, компании приготовления, но именно когда он начинает трубить, согласно откровению и десять семь. Аминь. Он что, открывает нам тайну за шестью печатями. И все это должно быть собрано в Сыне Человеческом. А Сын Человеческий – это все слово целиком. Аминь. 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 А какая печать следует за шестой? Седьмая. Ага. Значит, все это должно быть собрано где? В седьмой печать. В седьмой печать. Аминь. Потому что седьмая печать и есть Сын Человеческий. Аминь. Это и есть все слово целиком. Аминь. Программин нам про это сказал. Аминь. Аминь. Хвала Богу. Видите? И он дальше объясняет нам. Полнота его времени сошлась в полноту его слова. Знаете ли чего? Для того, чтобы проявить полноту его тела. Аминь. 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 Это уже больше не лютеранская церковь. Я имею в виду церковь при лютере. Это уже больше не методистская церковь, церковь Превисклая. Это уже больше не пятидесятническая церковь, церковь Сазу застрит. Это уже даже больше не церковь Джефферсон-Вилли. Аминь. Аминь. Это все слово целиком. Аминь. Аминь. Почему? Потому что полнота его времени сошлась в полноту его слова, чтобы проявить полноту его тел. Итак, полнота его тела это полнота его слов. Аминь. Значит, невеста и жених это одно. Теперь понимаем, в какое время мы живем? Так нам нужно новое тело? Аминь. У нас полнота слова. Как полнота слова может действительно чувствовать себя комфортно в этом теле? Аминь. И это происходит то есть откровение Сына Человеческого мы с вами утром проходили. Есть цель праздника, который указывает на служение Христа. Праздник Пасхи, праздника Преснока, праздник первых плодов. Аминь. Это что? Это откровение Сына Человеческого. Это Сын Человеческий представил себя здесь на земле для того, чтобы совершить труд искупления. Аминь. И в доказательство того, что Он этот труд совершил, Бог воскресил его из мертвых. Аминь. Это уже четвертый праздник, это праздник, простите, третий праздник, это праздник первых плодов. Аминь. То есть, другим из вами, Он первенец из мертвых. Аминь. Понимаем? Потом, потом, Он изливает себя в четвертом празднике, как Сына Божьего, в свое тело, в свою церковь. Все, чем был Бог, Он излил во Христа. Аминь. И мы видим эти три праздника, Пасха, Преснок и первые плоды. Все, чем был Бог, Он излил во Христа. Аминь. То есть, в нем опитала вся полнота Божества телесных. Аминь. То есть, Слово стало плотью. Аминь. Аминь. И в день Пятидесятицы все, чем был Христос, Он изливает в тело. То есть, в цель. Аминь. 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 Это начинается служение Сына Божьего. Аминь. Это на протяжении всех, вон там у вас, сзади, на протяжении всех семи церковных эпох идет служение Сына Божьего. Аминь. Для чего? Для того, чтобы нам с вами подойти к служению Сына Давида. Аминь. Потому что Сын Давида это Царь. Аминь. 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 Это вообще не Царь. Аминь. Знаете, Библия говорит, и она меня так учит, и про Абранхом очень часто мне об этом напоминал, что Царица делает его Царем. Аминь. 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 Я Царь. Где твоя Царица? Это равносилы. Я муж, а где твоя жена? Я отец, а где твои дети? Понимаем, о чем я имею? Что я имею? Как это Царь. Царь должен иметь Царицу. Аминь. И вы думаете, они этим ограничиваются? Нет. И Царицы должны иметь Царство. Аминь. Аминь. И Царство оно должно иметь что? Придворное. Аминь. Аминь. Видите? То есть у Бога это сначала все было на небесах, потом это Он все поместил на землю. Аминь. Поэтому здесь все происходит по образу небесного. Аминь. Итак, мы видим с вами этих семь праздников. Аминь. И вот, как мы с вами увидели, что между праздником я здесь, простите, я тут уже перескочил. Между праздником труп, а праздник труп, я остановился на Пятидесятнице. Это тот праздник, который собирает израильский народ. Аминь. Аминь. И мы знаем, что при последнем, при, простите, при вот этой трубе, при вот этой трубе, он должен быть собран. Аминь. Аминь. И вот этот праздник труп говорит о чем? О том, что этот Израиль собрался у себя на родине. Аминь. Но они не просто приехали туда умирать на родине. Помните, еще Брабранхан говорит про этот журнал, и там появились эти фрагменты, эти фотографии, эти очерки этих журналистов. Эти журналисты задавали вопрос этим пожилым, евреям, которых молодые вот эти парни, евреи, на своих руках несли к самолету. Говорит, вы что, улетаете на родину умирать? И они говорят, нет, мы едем туда встретить мессию. Аминь. То есть, вот этот праздник труп собирает их для чего? Для следующего праздника, праздника искупления. Аминь. То есть, они должны что? Получить мессию, точно так, как мы с вами получили мессию. Аминь. Аминь. Он почему у нас уже был такой своеобразный праздник, труп. Он у нас собрал уже со всех динаминаций. Аминь. У нас уже был праздник искупления. Аминь. Книга уже была раскрыта. Аминь. Но они к этому только готовятся. Аминь. Хвала Богу. Итак, это происходит между праздником трупа и праздником искупления, когда евреи примут мессию. Итак, во второй и третьих главах книги откровения, мы, как говорили утром, они говорят нам о церковных периодах. Правильно? Значит, откровения шестой по восьмую главу это семь печатей. Откровения восьмая, девятая и одиннадцатая главы это трубы. Мы сейчас с вами будем проходить трубы. Знаете почему? Что нам нужна с вами последняя труба. Аминь, аминь. А для того, чтобы нам с вами увидеть последнюю трубу, для того, чтобы нам с вами услышать последнюю трубу, мы должны знать, когда она прозвучит, где она находится в Писании и во времени. Правильно? Аминь. Потому что полнота его слова сошлась с полнотой его времени. Аминь, аминь. Помните, в одном месте Писания Павел говорит, что когда приходит полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного. То есть, другими словами, если тогда в полноту времени пришла полнота слова, то и сегодня, согласно откровению 10-7, когда должен вновь раскрыться Сын человеческий, должна прийти полнота времени. А мы с вами утром проходили, она пришла? Аминь. Он же поднял руки своей крылью, быкался живущим вовеки веком. Он не говорил, время, времена и полвремени. Он говорит, вообще нет времени. Значит, время завершено, полнота раскрылся. Аминь. Итак, 2-3 главы Церква периода. Аминь. Вон они у вас за спиной. 6-6 по 8 главу это Сельвичать. Аминь. 8-я глава, начиная там с определенного стиха, мы сейчас будем проходить, 9-я глава, 11-я глава это трубы. Дальше, откровение 16-я глава это чаши. Аминь. И откровение 10 это 7 граммов. Не пиши их. Почему? Потому что это запечатало всю книгу. Итак, 7 граммов раскрывают нам печати. Аминь. 7 граммов раскрывают нам трубы. Аминь. 7 граммов я так скажу. Расскрывают нам всю книгу откровения. Аминь. И так, я бы хотел вместе с вами заглянуть в книгу Откровения с 8 по 11 главу. Итак, первый стих 8 главы, мы знаем, что когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как и на полчаса, правильно? То есть первый стих говорит о безмолвии, хвала Богу, на небесах. Это Откровение 8.1. Но со второго стиха по шестой, можете сейчас не листать, можете листать вместе со мной, можете дома просмотреть, но со второго стиха по шестой, это описание подготовки к звучанию семи труб. А седьмой стих, это уже первая труба. Значит, первый стих 8 главы говорит нам о безмолвии. Аминь. Когда была снята седьмая печать, потом почему-то брат Бранхам, помещает в это безмолвие те семь таинственных граммов. Аминь. И те семь таинственных граммов начинают раскрывать нам всю книгу Откровения. Слава тебе, Моя Господь. Благодарю тебе, Моя Господь. Аминь. Итак, во втором стихе, по шестой стиху, вы дома прочитаете, идет подготовка к звучанию этих труб. Аминь. А седьмой стих, это первая труба. И здесь сказано так. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Итак, мы видим, что здесь под первой трубой уничтожается, что, третья часть земли, деревьев и травы. Аминь. Аминь. Вторая труба. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора, пылающая огнем, не изверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Итак, мы видим, что он здесь переходит от земли к море. И уничтожается море, и все одушевленные твари в море. Аминь. И так же эти судов. Теперь третья труба. Третий ангел вострубил. И упала с неба большая звезда, гоящая подобно светильнику. И пала на третью часть рек, и на источники воды. Аминь. И это уже пресная вода. Море это соленая вода. А тут эти реки, источники и озера. Это пресная вода. Аминь. Имя всей звезде полынь. И третья часть вод. Это уже пресная вода. То, что мы используем для питья, купания, стирки и так далее. Приготовление еды. Вся промышленность тоже, она же не на морской воде. Она что же на пресной воде, правильно? И все эти заводы, фабрики и прочее. Это пресная вода. А то там сделалось полынью. И многие из людей умерли от вод. Потому что они стали горьки. Я не буду касаться Чернобыля и всего остального. Потому что полынь в переводе чернобылька. Понимаете? И многие связывают. Но мы сейчас не об этом. Нам нужна седьмая труба. Аминь. Давайте мы уйдем. Хорошо. Если для кого-то это важно, подойдете. Мы с вами там обсудим. И Чернобыль и все это на свете. И эти войны, которые происходят у нас в стране и вообще уже по всему миру. Но дальше говорится о четвертой трубе. Четвертый ангел вострубил. И поражена была третья часть Солнца. И третья часть Луны. И третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла. И третья часть дня не светла была. Не сама планета Солнца, которая за 150 миллионов километров отсюда. Но просто был поражен воздух. Да. Понимаете? Атмосфера. Воздух. Так что день не был светлым. Солнце не светило день. Не светило. И день не был светлым. Поэтому третья часть дня не светла была. Так как и ночью. Итак, мы отсюда можем сделать вывод следующий. Что первые четыре трубы относятся к дереве, к земле, к траве, к морю, к тварям в море, к пресной воде, что является окружающей средой. Аминь. Потому что Бог сотворил деревья, Бог сотворил море, Бог сотворил рыб, Бог сотворил солнце, луну и звезды. Поэтому Бог сотворил пресную воду. Это творение. И наше место жительства. Аминь. 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 Итак, отсюда мы можем сделать следующий вывод, что это творение, аминь, это наше место жительства. Аминь. 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 И сегодня оно было заражено. Аминь. Оно было поражено. Оно было извращено. Посмотрите, что творится на этой земле. Она не просто извращается, она не просто поражается, она уничтожается буквально. Аминь. 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 Но мой брат, моя сестра, это твое и мое наследие. Аминь. Ты знаешь, наступит такой день, когда у тебя будут абсолютные полномочия сказать этому нефтяному магнату, да, что за все свои злодеяния ты приговариваешься к озеру Огнему, кипящему водой и серой. Аминь. Не верите? Аминь. Да. Аминь. Погублю губящих землю. Аминь. Аминь. Почему мы подойдемся с вами? Это все вам нужно знать? Почему ещё? Потому что вы всем этим являетесь, вы являетесь в полнотой с лов. Аминь. 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 Поэтому это творение оно наше место жительства и сегодня оно было поражено. Только посмотрите какое загрязнение воздух, только посмотрите какое загрязнение воды и как разрушена земля. У нас вода вообще страшная. Это ужас просто. И как разрушена земля и все деревья, вся эта гибридная пища и все такое. Теперь смотрите, тринадцатый стих. «И видел я, и слышал одного ангела». Вот здесь очень важно нечто ухватить сейчас. Почему? Потому что эти трубы, они напрямую связаны с этим тринадцатым стихом. Не только эти, которые до тринадцатого, но также и те, которые после тринадцатого стиха. То есть не только эти четыре стихи трубы, но и также пятая, шестая и седьмая. Они напрямую связаны с этим тринадцатым стихом. И в тринадцатом стихе восьмой главы говорится. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом. Горе, 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 живущим на земле. От остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Видите? От остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. И следующие три ангела, это пятый, шестой и седьмой. Они связаны с тремя горем. Значит, первые четыре трубы, они связаны с землей и все, что наполняет. И потом, когда он подходит к пятой трубе, здесь этот ангел летит и говорит, что теперь три горя. И вот горе тем последующим, от тех последующих ангелов и труб, именно они прочувствуют это на себе. Поэтому следующие три ангела, это пятый, шестой и седьмой, связаны с тремя горями. Горе, горе, горе. От пятой, шестой и седьмой труб. Кому? Жителям. Кому? Жителям. Почему? Потому что первые четыре трубы относятся к месту жительства. Аминь. То есть к земле и все, что ее наполняет. Они, первые четыре трубы, относятся к месту жительства. Но следующие три трубы относятся к самим жителям. Аминь. Друзья мои, я вам хочу сказать. Вы видите эту книгу? Аминь. Знаете, почему он утром предложил ее съесть? Потому что вот это все то, что находится на лице земли. Это все то, что находится над землей. Это все то, что находится в Божьей программе. Аминь. И все, что не происходит, не происходило или же не будет происходить на этой земле, у этого человечества, в этих системах, не имеет значения, какие они политические, экономические, демонические, не имеет значения. Это все, это все находится вот здесь. Аминь. И ты, ты являешься этим. Аминь. Аминь. Единственное, что тебе мешает, Это этот пиджак. Я его снять сразу и отдал жене. Она как чувствовала. Говорит, с ними там очень жарко. Действительно, тут очень жарко. В этом старом пиджаке. Аминь. Я думаю, вам тоже очень жарко в этих старых телах. В этих старых пиджаках. У нас песня есть такая. Помните или нет? Не походишь на легке. Кака? Не походишь на легке в этом старом пиджаке. Да. Нас уже другое тело ждет. Вот и все. Как интересно Господь вдохновляет наших стихотворцев писать такие прекрасные слова. Итак, мы видим с вами, что следующие три трубы относятся к самим жителям. Итак, давайте будем с вами изучать. Пятый ангел вострубил. И я увидел звезду, падшую с неба на землю. И там был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны. И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной. И никакой зелени. И никакому дереву. А только одним людям. Которые не имеют печати Божьей на челах своих. Но мы с вами получили запечатлены. Почему? Потому что праздник труп наших собрал нас. Аминь. Хвала Богу. Мы получили искупление через откровение этих семи печатей. Буквально там, 27. И мы запечатлены. Аминь. Поэтому не делай никакого вреда всем этим, которые являются нашим жилищем, деревьями и так далее. Но только людям, которые не имели вообще никакого отношения к этому нашему с вами жилищу. Они никакого отношения не имеют. Они только оккупанты. Они оккупировали нашу землю. Они оккупировали нашу землю. И они сейчас стараются выкачать из нее как можно больше, чтобы обогатиться. Только я не знаю, зачем им в озере Огненном, которое кипит огнем и серой, нужны все эти миллиарды. Объясните. Что они там за них купят? Безумцы. Может быть, поэтому они сейчас закупают себе участки земли на Луне. Я не знаю. Но каким образом они из бездны, которая кипит огнем и серой, смогут попасть на Луну, я тоже не знаю. И никакие миллиарды не помогут. Аминь. Знаете, 20 книги Откровения – это суд Белого Престола. И судьи сели и раскрылись к ним. Это не наши коррумпированные судьи. Это царь и царица. Аминь. Это следы. Они будут судить мир. Они будут судить ангел. Они будут судить этих, которые выкачивают из нашей земли, из ее недер, все эти богатства, все эти минералы, всю эту немть, все это золото. Это ваш. Глава тебе, царь. Глава тебе, царь. Глава тебе, царь. Ты вот здесь вот заступил. Говорю, чего? Вот этот кусочек земли все-таки мой. А вот твой забор вот стоит на моей как бы территории. Что ты говоришь? Ты вообще тут находишься на моей территории. Я тебе слова не сказал. Смотрите, насколько наглый оккупант. Мало того, что он оккупировал мою землю, он еще меня и упрекает. Он хитрый. Но нам не безразвестны его умысли. Аминь. Глава Богу. Итак, послушайте. И дано ей не убивать их, то есть этих людей, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. И в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые лица же ее. Они похожи, простите, на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин. А зубы у нее были, как у львов. На ней были брони. Как бы брони железные. А шум открывает ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов. И в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою. Она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Абадон, а по-гречески Аполион. И знаете, что написано дальше? После пятой трубы. Одно горе прошло. В проповеди «Родовые схватки» Брабранхам говорит, что эти три горя – это три мировые войны. Первая горя – это Первая мировая война, которая длилась с 1914 по 1918 год. Вторая горя – это Вторая мировая война, которая длилась с 1937 по 1945 год. И Третья горя – это Третья мировая война, это битва Армагеддон. И Брабранхам говорит, что во время первого горя у этой земли была первая схватка. Аминь. Все эти там газы и так далее, и прочее. Во время Второй мировой войны у нее была вторая схватка. Потому что ей надлежит что? Родить новый мир, новую землю. Потому что 21 глава книги «Откровение» говорит нам, что увидел я новое небо и новое землю. Аминь. И Брабранхам говорит, Третья война, Третьего горя ей просто не выдержать. Почему? Потому что она родит новый мир, новую землю. Аминь. Аминь. Новый мир – порядок. Аминь. Понимаем? И послушайте, как он здесь говорит. Одно горе прошло. Видите, в конце звучания этой пятой трубы одно горе прошло. И дальше знаете, что написано? И вот идут за ним еще два горя. Итак, закладывайте пальцы. Пятая труба связана с первым горем. То есть первой мировой войной. Прошло? Прошло. Идем дальше. Шестой ангел вострубил. И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефраке. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Видите, это жители земли. Аминь. Умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. То есть двести миллионов. Аминь. Чего? Демонов, бесов. Аминь, аминь. Аминь. Двести миллионов. И я слышал число его, аминь. Так видел я в видении коней на них всадников, которые имели на себе брони огненные, диацинтовые и серные. Голову коней, как голову львов, изо рта их выходил огонь дымесера. И от этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умирало третья часть людей. Аминь. И мы знаем. Пророк говорил нам, послушайте. Он говорил нам о тех трех, простите, он говорил нам о тех евреях, которых убил Гитлер и Эйкман во время Второй мировой войны, во время Второго года. Аминь. Там я не помню сколько миллионов, 68 миллионов там было, да? Или не помню. Аминь. Сколько? Ну по посланию, кто помнит? Он 68. 68. 68. Аминь, видите? Они их сжигали огнем в печах, вологогу. Они их убивали газом, дымом, и они там их расстреливали пулями серой. Видите? Они умерли от этих трех язв. Ибо сила коней заключалась во рту их, и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в плододеянии своем, ни в воровстве своем. И на этом заканчивается шестая труба. И мы видим здесь интервал. Слушайте внимательно. Это откровение 10, 1-7, и откровение 10, 8-11. То есть после шестой трубы вдруг начинается еще это откровение 10. После второго горя вдруг почему-то начинается откровение 10. Сначала оно начинается с первого по седьмой стих, откровение сына человеческого, потом оно завершается с восьмого по одиннадцатый стих. Теперь съешь эту книжку. Понимаем? Да. То есть вы должны что? Проявить полноту тела. Аминь, аминь. Каким образом? Приняв с себя полноту слов. Аминь. Аминь. Итак, мы видим с вами, что после шестой трубы, после второго горя, аминь, вдруг появляется откровение 10. Аминь. Дальше что идет? Откровение 11. А теперь слушайте внимательно. Откровение 11 с первого по второй стих. Аминь. Простите, я так скажу. Откровение 11 с первого даже по 12 стих. Там появляются Моисей и Иль. Помним или нет? Это те две маслины из Захарии. Это те два пророка. Один из них будет затворять небо, другой будет превращать воду в кровь. Аминь, аминь. Аминь. Появляются эти два пророка. Моисей и Иль. Но теперь давайте коснемся 14 стиха. Второе горе прошло, и вот идет скоро третье горе. Итак, мы видим с вами, что между вторым и третьим горем должны появиться вот эти два пророка. Но мы с вами утром наблюдали, что между вторым и третьим горем, только я немножко иначе вам это все преподносил, должны были появиться три пророка. То есть между праздником Труб и праздником Искупления должно было появиться три пророка. Аминь. Аминь. И мы знаем, что праздник Труб, это был 46-й год, когда ангел Господень в пещере дает поручение нашему пророку. Аминь. Или аминь. В этом же году Израиль объявляет себя государством. Аминь. И шестиконечная звезда Давида, она начинает что? Развиваться в организации объединенных наций, в Конституции, везде. Аминь. Аминь. Почему? Закончилось второй год. Вот между вторым и третьим горем появляется этот языческий пророк. Для чего? Для того, чтобы нам с вами получить искупление под самовещением. Аминь. Аминь. Почему? Потому что через откровение Сына Человеческого, хвала Богу, мы получаем послание этих семи громов, которое буквально раскрывает нам наше имя в книге жизни Аньца с закланом от основания мира. Аминь. Сына Человеческого. Вы со мной еще? Аминь. Сына Человеческого. Аминь. Я отошел от заметок. Извините. Я просто хочу нечто вам показать, друзья мои, где мы с вами находимся. Знаете, мне очень радостно вспомнить один момент, когда к брату подошел еще один брат и говорит, мне Бог открывает. А отец говорит, да? Он говорит, тогда даю тебе домашнее задание. И он дал ему домашнее задание по поводу этих труб и так далее. И тот пошел. Пошел, и в общем, Бог ему открывал, 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 открывал. Так еще и не открыл. Помнишь, да, брат? Ла-ла-богу. Я не буду называть имен. И когда они встретились, он говорит, ну что, ты получил открыт? Он говорит, нет, что тут мне ничего не открывать. И тот второй брат говорит, ее не откроет. А знаешь, почему? Он говорит, почему? Да потому, что он думал, все это уже открыл. Тебе только нужно взять это готовое откровение и принять. Откровение – это вера. Значит, ты принимаешь это вера. А веру ты можешь получить только от нового рождения. Ты не можешь получить веру от этих пяти чувств. Ты получаешь веру от нового рождения. И тогда эта вера является твоим руководством. Не эти пять чувств, которые сегодня распределяют землю на Луне для этих нефтяных магнатов. Нет. А вера в то, что они все равно уйдут в бездну, которая кипит огнем и сирой. Аминь. Понимаете это или нет? Аминь. Насколько вы привилегированный раз. Я больше вам извините. Я скажу так, как сказал пророк. Вы сверхраса. Аминь. И эта сверхраса возвращается назад в Эдем. Аминь. Она возвращается домой с чужби. Аминь. Она возвращается назад в Эдем. Слава Богу. Аминь. Хвала Богу. Отец встречает сына. Аминь. Столы накрыты, пир готов и петь всегда. Аминь. 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 Хвала Богу. Аминь. Итак, мы видим, второе горе прошло и вот скоро идет третье горе. Видите? Пятая, шестая и седьмая трубы относятся к трем горям. И в конце шестой трубы второе горе уже прошло. И остается еще одно горе. И откровение 11, 15 стих. Это седьмая труба. И здесь есть очень много на этой земле проповедников, которые считают, что откровение в 10-7, в те дни, когда вострубит седьмой ангел. Когда он возгласит, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовест по рабам своим пророкам. Так вот, есть очень многие проповедники, которые считают, что откровение в 10-7, это седьмой трубный ангел. Нет. Он никакого отношения не имеет к седьмому трубному ангелу. Знаете почему? Потому что после откровения 9, аминь, еще идет, какой ангел? Мы же с вами прочитаем. Пятый. После пятого ангела какой еще? Шестой. Аминь. Но там, между этими, находится 10-я глава книги Откровения. И вот этот седьмой трубный ангел, он находится в 15-м стихе 11-й главы. Аминь. Аминь? Да. Итак, Откровение 11-15, седьмая труба. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будут царствовать во веки веков». Аминь. Так вот при какой трубе. Аминь. Хвала Богу. Наши тела должны измениться. И мы все согласны, и мы знаем, что это и есть миленим, это и есть наш медовый месяц, это и есть наше тысячелетнее царство. Это восстановленный Эдем, хвала Богу. И она вернет все к тому, как было в бытие 1 и 2. Когда лил, снова будет что, лежать с ягненком и кушать эту траву. Аминь. Все эти вещи. Мы знаем, что миленим – это праздник кущи. Аминь. А пятая и шестая труба – это два горя. Мы их уже прошли. И они собрали евреев обратно на родину. И мы видим, что Откровение 10 находится между праздником труб и праздником искуплений. Аминь. Почему? Потому что Откровение 11 – это когда Моисей и Илья вызовут 144 тысячи в последнюю половину 70-й седмины. Это праздник искупления. А затем седьмая труба – это праздник кущи. И так от праздника труб, Откровение 8-7, которое начинается с первой трубы, до седьмой трубы рассматривается отрезок. От праздника труб до праздника кущи. И так от праздника труб, Откровение 11 – это праздник кущи. И так от праздника труб, Откровение 8-7, которое начинается с первой трубы, до седьмой трубы рассматривается отрезок от праздника труб до праздника кущи. То есть начиная, брат Паводя там когда-то нам проповедовал, начиная с возвращения Наимени на родину, до того момента, когда Ваос, Руф и Наимень оказываются в наследии Елемелеха. Вы помните, что когда был голод, Елемелех вместе со своей женой Наименью, вместе со своими сыновьями, он ушел. Потом они там взяли язычниц этих. Помните или нет? Эти два сына. Эту взяли Руф и взяли эту Орфу. И потом, когда они услышали, что там начинаются праздники скупления, то есть, другими словами, там начинается время жатвы, они что? Ну эти тут уже все поумирали. Уже и Елемелех умер, и сыновья поумирали, остались только две невестки. Потом одна невестка тоже ушла. Ушла назад туда к себе домой, в эти языческие царства. И вот осталась Наимень Руф. И они возвращаются туда, на родину Наименью, чтобы получить что? Искупление. То есть, другими словами, то, что принадлежало Елемелеху, должно было возвратиться Наименью. Но Наименью приходит не одна. Она приходит с Руфи. А Руфи язычница. Вы знаете, что там, на Голгофском кресте, когда Иисус отдал свою жизнь, он практически искупил Наименью. Он практически искупил еврея. Но мы были язычниками. Вы были той Руфи, которая действительно смогла понравиться в Оозе. Аллилуйя. Вы были действительно тем язычником, который угодил Христу. Аминь. Он сказал, вот это да! Помните этому сотнику, этому язычнику, который сказал, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь моего дома. Аллилуйя. Мой слуга очень больной. Скажи только слово. Он говорит, я во всем Израиле такой веры не вижу. Аминь. Видите, Руф угодила. Лежа там, у ног во Ооза. Аминь. Она угодила этому хозяину жатвы. Аминь. Итак, мы видим с вами. Видите, что этот праздник Кущи. Как что здесь, простите? Где здесь? Этот отрезок от праздника Трук до праздника Кущи. То есть, начиная с возвращения на Эминь, на родину, до того момента, когда Ваос, Руфи, на Эминь оказываются в наследии Елемилеха. Это то же самое, что и собрание братьев до того момента, когда Йосиф, его невеста, и его братья оказываются в той земле, где владычествует Йосиф. Это все прообразы. Но я не буду сейчас, я просто так, вы все это знаете. Брабрахам очень часто говорит нам об этих прообразах, о Йосифе, о Воозе, который символизирует Христа. И 24 станция, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, Который есть и был и грядешь». Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, Который есть и был и грядешь. Аминь. Это орел, лев и агнец. Пророк, священник и царь. Сынечеловеческий, Сын Божий и Сын Давидов. Аминь. Вот это тройная цель. Видите, это тройная тайна. Проповедь Христос, открытая тайна Божия, там тройная цель. Аминь. Что ты принял силу твою великую и воцарился. Поэтому семь труп, послушайте внимательно, как прообраз из Ветхого Завета показывает нам с вами, о каком периоде времени у нас вообще идет речь. Мы владикийск, ну это вы владикийск, меня уже там нет. Аминь. Аминь. 17 стих. Послушайте. И рассверепели язычи. И пришел гнев в твое время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, боящимся именем твоего, малым и великим. И вот это место. И погубить губивших земли. Аминь. Аминь. Я себе покупаю на Луне участки земли. Они думают, скрыться от этого огня. На Луне. От меня да. Но как ты сможешь скрыться от Бога Вседержителя на Луне? Я не понимаю. Только ума это его творение. Аминь. Вы что думаете, он тебя туда пустит гадить, как ты погадил вот здесь на этой его земле? Аминь. Аминь. Единственное, куда он тебя может пустить, это в Солнце. Попробуй. Своей наукой приблизиться, а? К этой планете. Посмотрю, что с тебя произойдет. Как вот тот ботылек, знаете, к вам почти. И нету еще. Но человек умный, он туда не летит. Ему на Луну надо. Бравран говорит, мне на Луну надо, мне надо еще чуть-чуть. Аллилуйя. 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 Пусть летят на Луну. Аллилуйя. Погубить губивших земли. Поэтому под первыми четырьмя трубами мы видим, как поражаются земля, море, деревья, вода, воздух и все творение. Но под седьмой трубой опять Миллениум восстановленный Эден. Аминь. Хорошо? Хорошо. Прекрасно. Аминь. Итак, здесь мы видим, что земля очищается для Миллениума. Для чего? Чтобы вернуть тот Эден. Тот первоначальный Эден. Аминь. Так что та же самая земля, которая была поражена или же поражаема под теми четырьмя трубами под седьмой трубой земля снова очищается для восстановления ее Эдена. Аминь. Аминь. А в Откровении 10 этот могучий ангел. Аминь. Который сходит с неба. Который обречен в облако над головового радуга. И в руке у него что? Что? Негародный обречен в облако правовой документ. Аминь. Ага. Это не просто так. Вы имеете юридические права на все это. Аминь. Вот почему он предлагает вам съесть эту книгу. Как вы можете сегодня сказать, что вот это помещение принадлежит вам, когда у вас нет купчей на него. У вас нет документов на это здание. Как вы можете заявить права на землю, если у вас нет юрисдикции на ней. Если у вас нет правовых норм на ней. Вот почему он говорит съесть книгу. Съесть книгу. Это правовой документ. Откровение 10 это правовой документ. И он должен вернуться в самом конце уничтожения земли. И он возвращается к Сынам Божьим, потому что земля стинает и мучается от боли. Аминь. В ожидании проявлений Сынов Божьих. Аминь. Вы же должны проявиться как наследники. Да. Аминь. Наследники этой земли и все, что населяется. Аминь. Творение стинает. Земля стинает. Природа стинает. Мы сами в себе стинаем. Аминь. Ведь когда евреи вернулись на родину, пятая и шестая трубы, те войны вынутили евреи вернуться на родину. Аминь. И на имени оказалось опять на родину. И еще кое-что должно произойти. Что? Наследие или милеха должно было быть выкуплено. Аминь. Аминь. Эта земля должна быть выкуплена. Аминь. Аминь. Что не произойдет. Помните, он во мгновение времени показал ему все царства вселенной. То есть всю землю. Аминь. Сказал, это все принадлежит мне. Он не врал. Да. И я кому хочу, тому даю. Аминь. И все это будет принадлежать тебе. Это и так принадлежало ему, только не в таком виде. Аминь. У него был на это правовой документ. Аминь. 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 Только не на такую землю. Да. Не очевидно. Понимаете меня? Аминь. 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 Должны исполниться все, что вы хотите. И под седьмой турболь мы видим, что эта земля восстанавливается. Тогда ливый и огненок опять будут вместе. А это другая цивилизация. Аминь. Как в бытии 1 и 2. Когда Бог сотворил Адама и дал ему владычество над землей. А там не было загрязнения воды. Деревья не были поражены. Вода не была поражена. Воздух не был поражен. И мы все это видим. Почему? Потому что когда Елемилех лишился своего наследия, оно попало к оккупанту. Когда Адам лишился своего наследия, оно попало к оккупанту. Аминь. Аминь. Но правовой документ вернулся куда? В руки первоначального владельца. Аминь. Аминь. Понимаете теперь, что такое раскрытопета? Ваш правовой документ. Аминь. Аминь. Которая является Святой Дух. Аминь. Аминь. Господь сошел. Они вообще не понимали, что это такое. Эти ученые к нему приставали, говорят, объясни ему. И Барбрахам пытался, но голос ему сказал, ничего не говори, это вообще не для них. Аминь. Аминь. Это для вас, невеста. Аллилуйя. Аллилуйя. Мир даже не понимал, что происходит на этом поле. Аллилуйя. Во время жертвы. Господь сошел. Аминь. Господь сошел, хвала Богу. Он сошел туда в поле. Он увидел эту невесту. И он начал говорить к ее сердцу. Аминь. Воскликнул громким голосом, как рыкает левый. Когда он воскликнул, тогда семь граммов проговорили голосами своими к ее сердцу. Аминь. Аминь. Ты же Руфин. Аминь. Хвала Богу. Видите, я представляю, как Руфь стала на него смотреть. И я верю, что это состояние сердца. Аминь. Это начинает происходить также в наших сердцах. Аминь. И это проговорило к нашим сердцам. А Руфе нужно было трудиться. И нам с вами нужно было трудиться. Аминь. Почему? Потому что во время жатвы солнце светит в полную силу. Понимаете? Аминь. Ну почему эта шелуха отваливается? Она бежит, она указывает. Вы такие высокие, вы это сделали, вы то сделали. Почему? Она теряет благословение. Аминь. Аминь. Вы можете находиться именно в этой силе, которая исходит из этого солнца. Вы можете находиться. Вы понимаете? Она не может. Это ее ржет. Да? Это не вмещается в нее. Это ее разрывает. Я очень часто наблюдал. Даже здесь, в этой скине, когда приходил Бранк, и просто его голову разрывало. Почему? Рядом стоит человек радуется. Аминь. Его голову не разрывает. Его голова помазана. Аминь. Вы знаете, этот зелень течет туда. Туда, к самым ногам. Аминь. К краям рис. Аминь. А этого разрывает. Почему? Солнце пищет сильно. Энергия солнца слишком сильная. Вы знаете, когда это зерно попадает под эту энергию солнца, эта шелуха просто отваривается. Аминь. Она имела благословения. Она имела все те благословения, которые имело зерно до определенного времени. Вот почему они уходят. Вот почему они уходят. Вы их не сможете вернуть назад. Подумно, как вы не можете взять эту шелуху и опять прилепить к зерну. Смысл? Да. Тебе что, шелуха нужна? Ты садил ради шелухи? Нет. Или может твой научный ум что-то сейчас придумает с этой шелухой? Ты будешь лечить рак? Нет? Это все обман. Аминь. Ни одна таблетка, ни одно лекарство, запомните, оно не лечит. Аминь. Правильно. Знаете, что она делает? Любое лекарство, любая таблетка, это не мои слова. Это слова пославника. Да. Это как крысиный яд. Да. Этот яд убивает крысу. Да. Но этот яд не может заделать ту дырку, которую эта крыса сделала в вашем доме. Это лекарство убивает инфекцию. Но это лекарство, оно не может залатать те последствия, которые инфекция принесла вашему организму. Да. Аминь. Да. Вот и все. Есть один врач. Аллилуйя, слава. Один, аминь. Слава, вер. Аминь. Который восстанавливает все на корне. Аминь. Аллилуйя. Помните, Ио говорит, вот это да. Для них есть надежда. Даже этот пень, посмотрите, недавно это дерево срезали. Пень. И тут уже паростки пустят. А как человек. Ио. А где ты был? Ты вспомни вообще, где ты был? Аминь. Я туда тебя направляю. Я восстановлю. Аминь. И он восстановил. Обязательно. Который заканчивается. Послушайте. Благословенное имя Божье. Аминь. Аминь. Видите, Руфе нужно было трудиться, потому что во время жатвы солнце светит в полную силу. Ей нужно было работать и трудиться. И она должна была нести по ругаме. Да, аминь. Когда ей нужно было пойти туда и лечь у его ног и все эти вещи. Но вы видите, у этого был грандиозный, прекрасный конец. И именно это мы увидим по благодати Божьей. Как он вводит нас прямо в полноту всего. Аминь. 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 Вы теперь понимаете, куда вы входите? Слава Духа. Как он вводит нас прямо в полноту всего, что он обещал. И он не успокоится, пока полностью не искупит нас. Аминь. Почему? Потому что Руфь и Ваос должны быть одно. Аминь. Они уже один. Аминь. Поэтому при последней трубе у вас будет новая тема. Аминь. Он даст вам каждое крещение, в котором вы нуждаетесь. Вы нуждаетесь сегодня в водном крещении, он вам даст. Вы нуждаетесь сегодня в крещении святым духом, он вам даст. Аминь. Вы нуждаетесь сегодня в крещении огнем, он вам даст. Аминь. Если вы действительно в этом нуждаетесь, и если вы записаны в эту книгу жизни Адамса, которая был заклан за вас прежде создания мира. О, пророк говорит, когда я начал проповедовать эти библейские принципы, там стояли эти дамы в этих шикарных платьях за 40 тысяч долларов, там стояли их мужья в этих шикарных костюмах. И когда они услышали, что вот-вот должна прозвучать последняя труба, и этому смертному надлежит обречься в бессмертие, этому тленному вне тления, они бежали к воде так быстро, как только мы били в этих платьях. Он говорит, в этих костюмах я их крестил в имя Господа Иисуса Христа для прощения и грехов. Аллилуйя. Слава Богу. Слава. Все то, в чем вы нуждаетесь, он вам даст. Аминь. Он вам даст благословенное имя Божье. Слава. Хвала Богу. Видите, и он удалит от вас каждое переживание. Аминь. Видите, каждый страх, каждое сомнение. Аминь. Пока он не усовершенствует вашу веру. Слава Богу, Господь. Это не ваш тут, это его тут. Аминь. Аминь. Мы очень часто пытаемся за него сделать его работу. Да. Представляете, если бы я сейчас сел на место Саши, да? Вы бы меня тут попели, да? Вы бы меня тут стульями бы закидали. Вот это то же самое, когда мы пытаемся вместо него сделать его работу. Относительно нашего с вами искупления, относительно нашего с вами спасения, относительно нашего с вами освящения. Это его труд, не ваш. Аминь. У вас должно быть желание. Да, мой Господь. Да, мой царь. Аминь. У Руфи было желание. Вы все понимаете, что такое прийти молодой женщине и лечь там на гумне у ног мужчин? Вы все понимаете, что это поругание? Аминь. И невеста понесла это поругание, потому что когда ты съедаешь книгу, в твоем чреве горько. Аминь. Но в устах сладко. Аминь. Аллилуйя. В устах сладко. Аллилуйя. Слава Богу. Видите? Пока Он не усовершенствует вашу веру, Он не успокоится, пока не приведет вас к полному искуплению. Он решительно настроен. Аминь. По определенному совету всемогущего Бога, Он полон решимости сделать это. Даже ваши собственные ошибки, даже ваши неудачи не удержат вас. Аминь. Он все равно завершится. Да, мой Бог. Аминь. Аминь. Он из тебя такое вылепит. Что, да? Сам себя не узнаешь. Аминь. Не смеется, Руслан? Да. Да, да. Аминь. Аминь. Ты вообще, как это называется, румяный ребенок такой. По сравнению с некоторыми, некоторых я здесь знаю. Что он из них вылепил. Спасибо. Он из них и вылепил этих румяных детей. Спасибо тебе, Руслан. Благодарю тебя, Мальдарь. Он полон решимости сделать это. Аминь. Даже ваши собственные ошибки, ваши неудачи не удержат вас. Он покажет вам, это его избрание в вашей жизни. Хвала. Это его избрание в вашей жизни, как мы говорили утром, Аллилуйя. И он решительно настроен сделать это. Аминь. Только подумайте. Аллилуйя. Только подумайте. В самом конце этой великой цивилизации науки сошел Господь. Аллилуйя. Аминь. Слава. Слава. Как было во время Аноя. Слава. Пойдет дождь. Аминь. Аминь. Ты сегодня идешь в церковь? Нет. Чего? Ну что я там буду слушать? Он уже 120 лет проповедует, что пойдет дождь. Ничего нет. Уже какой-то проповедь сказал такую, чтобы действительно можно было получить, что такое там назидание. Все время пойдет дождь. Приготовьтесь. Пойдет дождь. Подайте мне дождь. Пойдет дождь. Дайте мне гвоздь. Пойдет дождь. Дайте мне смолы. Да что это такое? Что это за портал? Жалко здесь нет этой сестры. Его мама. Ее мама находится в другой группе. Она спрашивает. Ну что там, брат Володя, проповедует? Эта сестра говорит. Ну, проповедует так и скуплей. Ну так он еще и 20 лет назад проповедует. Расскажи маме, что мой 120 лет проповедовал «Пойдет дождь». Да. Аминь. Вы знаете, это помогло тем, кто все-таки приходил и слушал. Аминь, аминь, да? Аминь. Вы меня понимаете? Да. Аминь. Храла Богу. Пойдет дождь. Только подумайте. В самом конце этой великой цивилизации науки сошел Господь. И он сошел не с дарами из цели. Когда там брал за руку, помните или нет? А он сошел с правовым документом. Где у него был правовой документ? Аллилуйя. Слава тебе, мой Бог. Аллилуйя. Валат, веной царь. Благодарю тебе. Благодарю Богу. С правовым документом на искупление. Почему? Потому что земля разрушается. Земля разрушается. Но он должен был прийти, чтобы вернуть ее сынам Божьим. Аминь. Поэтому что мы получаем в послании часа? Многие сегодня из нас находятся в группах. И говорят, мы в послании. Я в послании. Я слушаю послание часа. Хорошо. Ты в послании. Ты в группе послания. Ты слушаешь послание часа. И что же ты получаешь в этом послании часа? Что мы на самом деле получили? Чем для нас с вами является открытие семи печать? Почему откровение 10 было помещено именно там, где оно было помещено? Аминь. Слава тебе. Слава тебе. Здесь земля, деревья и моря. И все это уничтожается. А сразу после откровения 10 царство этого мира, станет царством Господа нашего и Христа. Аминь. Земля опять что очищается. Это послание приходит изменить весь ход мировой истории цивилизации. Вы все понимаете? Да. Аминь. Чтобы вывести людей, которых он должен вернуть назад в Эдем. Слава. Аминь. Это послание пришло для чего? Для того, чтобы вывести людей, которые должны вернуться назад в Эдем, который является его наследием. Аминь. У него на это правовой документ. Вы знаете? Если бы тогда в пятой главе книги «Откровение» никого не нашлось бы достойного подойти и взять из рук сидящего на престоле этот правовой документ, это бы все таки сгнило в руках этого оккупанта. Брабранхам сказал. Вы знаете вообще почему Иоанн плакал? Ну, конечно, там было воинство. Потому что если бы не нашлось никого достойного, взять эту книгу и снять с нее печать, то есть вернуть этот правовой документ тем, кому он принадлежит, то все это превратилось бы опять в космическую пыль. Посмотрите, до чего нам довели Землю. Все бы это опять превратилось в космическую пыль. Но он пришел искупить не только тебя и меня, но и наше с вами наследие. Аминь. Аминь. Потому что он уплатил цену за этот правовой документ. Спасибо тебе, Отец. Благодарю тебя, мой Бог. Слава. Вот почему. Он в его руках. Вы видите его? Да. Аминь. Он до сих пор здесь. Аминь. Музыканты. Он до сих пор здесь. Аминь. Вы видите его? Аминь. Он до сих пор держит в руках эту книжку. Но он держит ее раскрытой. Он держит ее раскрытой, для того, чтобы ты мог подойти и посмотреть, что это не просто очередная религиозная книга. Это правовой документ на твое наследие. Аминь. Аминь. Это брачное свидетельство. Аминь. О том, что он является твоим мужем. Аминь. Слава тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Как мы должны себя чувствовать? Я пришел. Слава тебе. Царь, царь, Господь, Господь. Аллилуйя. Слава тебе. Мы должны рады. Аминь. Аминь. Я заканчиваю. Послушайте. Вот почему. Мы сегодня ходим в ожидании нового тела. Аминь. Всех этих вещей ожидаем новой земли. Аминь. Ожидаем нового мирового порядка. Аминь. И все это грядет. Аминь. Он увидел это в видении. Помните, седьмое видение. Все было сожжено. И кратеры по всей земле. Аминь. Он увидел это в видении. Но наступит день, когда праведные будут ходить по праху нечестивых. Почему? Потому что он уже сказал, я пошлю Илью перед этим. Я пошлю Илью перед третьим горем, прежде чем я истреблю всякую плоть. Я пошлю Илью перед третьим горем. А третьим горем между шестой и седьмой трубой. Илья был? Нет, нет. Был. Аллилуйя. Мы в преддверии седьмой? Аминь. Вы вообще понимаете, где мы находимся? Да. Аминь. Илья уже ушел 50 лет назад. А 50 лет это? Юбилей. Аминь. Вот почему вы танцуете. Аллилуйя. Это труба. Аллилуйя. Юбилей. Аминь. Домой. Кидай мотыгу. Домой. Аминь. Слава. 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 Кула-каку. Слава. 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 Я пошлю Илью перед третьим горем. Прежде чем я истреблю всякую плоть Чтобы вывести людей Которые вернутся в тот новый эдем Задумайтесь об этом сейчас Аминь Разве вы не рады? Разве вы не соскучились по дому? Разве вы не рады тому Что вы наконец-то возвращаетесь? Вы хотите увидеть Иисуса? Я еще раз спрашиваю Вы хотите увидеть Иисуса? Павел говорит И мы в себе стинаем Ожидая усыновления и искупления тела Аминь Земля стинает Чтобы родить новый мир И мы тоже стинаем по новому телу Почему? Потому что мы тогда увидим его таким Как он Аллилуйя Аллилуйя Слава Слава Дорогой наш Господь Мы так благодарны тебе, Владимир Ильич Мы так благодарны тебе И за то исправление, которое ты положил в каждом из нас присутствующем Мы так благодарны тебе За то, что ты действительно раскрываешь нам эту полноту И не просто раскрываешь нам эту полноту Но ты вводишь нас в нее И мы сегодня с полным осознанием Видим, где мы находимся в Писании И мы знаем, что уже скоро Очень скоро При этой последней трубе Хвала Богу Эти тленные тела Они обретут не тлене Смертное бессмертие И мы увидим тебя таким Какой ты есть Встретившись там с тобой На облаке Чтобы так навсегда Вместе с тобой быть Мы знаем, что там уже накрыты столы Мы знаем, что там настроены Эти музыкальные инструменты Мы знаем, что там все в ожидании Этих небожидей Мы знаем, что этот правовой документ На собственное Он уполномочил Уполномочил тебя Искупить не только нас Искупить не только это тело Но искупить также и наше наследие Наши земли И просто наказать этого оккупанца И этот Нюрнбергский процесс Которому он будет просто подключен Или как-то они не знают Который будет судить его Вынесет его на приговор Озеро Огни Кипящие огнем И серв Спасибо тебе за все Спасибо тебе за эту чудесную меч Спасибо тебе за каждого брата Каждую сестру Спасибо тебе за эту чудесную атмосферу Спасибо тебе за то, что ты по-прежнему исчез здесь Ты поставил огурство на море Другую ногу ты поставил на землю И в руках у тебя до сих пор Это раскрытая книжка И до сих пор взращен голос А теперь ты иди А теперь ты иди к Ангелу Теперь ты возьми из рук его эту книжку И ты идешь И ты идешь и говоришь Господь, вот я Дай мне эту книжку Вот яс И ты слышишь, как он отвечает Возьми Возьми и съешь ее И она в твоем черепе будет горька Но в твоих устах Она будет сладка Как мил И тебе напряжи опять Пророчество О царях, племенах, народах И царях нам Спасибо тебе за все Благослови Благослови, Господь, это поклонение Благослови, Господь, так же и эту ночь Благослови эти последующие дни Которые мы довели провести В твоем присутствии, Господь Ожидая еще больше и больше Господь Тех радостных слов Которые поистине Помазывают наши сердца Против елея И мы выходим отсюда благоухающим Двоим благоуханием Благоуханием Христовым Аминь 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 Давайте споем нашу царю царей Иисус Спаситель Я не пошернусь Благодати Божией Я не пошернусь Аминь Давайте споем Аминь 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 ПЕСНЯ 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 Как дерево посаженное, не просто у потока воды, но Давид любит говорить о том, что у потоков вод, аллилуйя, многие потоки вод, аллилуйя, это Божья благодать. Пять источников воды, которые текут с этой скалы, просто стекают вниз, аллилуйя, как деревья, посаженные его потоком, аллилуйя, чтобы напитываться, напитываться его благостью, напитываться его милостью, напитываться его словами, его тайными, аллилуйя, то, что он нам сегодня открывает, то, что он нам сегодня говорит, благодарим его за его благость, за его милость, которую он объявляет каждый день. 176 номер. Бог мой так благ. Аллилуйя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Он как плакал ко мне Субтитры подогнал «Симон» 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 Заканны будут играть какую-то биологию, ягона, пожалуйста, воспитатель служения. Продолжение следует... В чем они научены? Но мы сегодня подошли действительно к этой полноте. Не просто подошли, мы вошли в эту полноту. И эта полнота, она имеет в себе эту исцеляющую силу. И знаете, пророк считает, что руки возлагали на евреев для крещения Святым Духом. А язычникам просто изрекали слово. Когда Петр еще говорил, Дух Святой уже сошел. Мы имеем также обетование относительно исцеления. Написано, что если на больных будут продолжены руки, эти больные будут здоровы. И я хочу вам сказать, те, которые вошли в полноту Слова, я хочу сказать тем, которые были в разуме Божьем прежде создания мира. И если мы с вами переместимся туда за завесу времени, то мы увидим, как из этого вечного вышел ореол Света. И это был Логос. И мы находились там в нем. Вот на мучке света. Потому что вначале было слово. Слово было Лого, и слово было Дух. И все через него, через это слово, через этого Логоса начало просто существовать, что начало существовать. И в нем была жизнь. В этом Логосе. И эта жизнь была светом для людей. И однажды в Англии провели исследование, Барабранхан говорит, среди христиан, которые молились в больницах за больных. И они обратили внимание, что 80% исцелений происходило именно из-за участия этих христиан, которые возлагали руки и молились. И тогда они просто взяли одному служителю, поставили сюда какой-то такой элемент, который мог бы фиксировать рентген. И выяснилось, что в нас находится свет. И Барабранхан сказал, что это не рентген измещает свет. И рентген просто фиксирует этот свет. Поэтому этот свет является той силой, которая действительно исцеляет, которая воскрешает. И так далее. Поэтому пусть Бог действительно благословит тебя, брат Игорь, и поднимет ту веру в каждом из нас и в нем, чтобы этот свет просто пронизал нашего брата, и он ушел отсюда. Дорогой небесный человек, Господь, мы благодарим тебе от всего сердца за эти великие и добрыцельные обязования, которые ты восстановил на Господь и воскресенье. Господь, мы вошли в эту полноцутство, мы вошли в этот свет. И мы осознаем, что этот свет является той силой, которая воскресняла небо и землю. Этот свет является той силой, которая восстановила эту землю и эти небеса. Этот свет является той силой, которая находится в нас. И сейчас мы возлагаем свои руки, и мы верим, что это сила. Она сейчас восстановит здоровье нашему брату. Ибо твое обетование было сил. На больных возложат руки, и они будут здоровы. Во имя Иисуса Краснодара. Пусть брат будет абсолютно здоров. Пусть он поднимет свои руки к небу и прославит тебя. И мы все вместе поздравляем тебя за то, что ты уже совершил. Мы поздравляем тебя. Мы учли, мы усвенчаем это служение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Аллилуйя! Слава тебе! Дядь, расскажите ему, чтобы он больше не полез. Слава тебе! Слава тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok